Начало этим торжествам было положено еще в июне, когда Магнитка праздновала День Независимости России. Никакая непогачь не смогла остудить пыл моих земляков, увидевших ранним утром вот это музыкальное действие. Трамвайные рельсы, опутавшие подобно системе кровообращения организм города Металлургов, стали способом подачи сигнала монетогорцам «На праздник выходи!». Встроенных колонн, как видите, не получилось. Многие из нас, приученные мудрой соцсистемой к выходу на демонстрацию за отгул или кружку пива, пока не привыкли к участию в праздниках по велению души. А жаль, что вас не было с теми, кто с утра празднику рад. Это для них кипели музыкально-танцевальные страсти в самых разных уголках Магнитки. Это для них придумал всевозможные конкурсы и аттракционы неуемный Леонид Голицын, режиссер праздника. Впрочем, те из вас, кто не любит выказывать свою любовь к независимости в уличной толпе, могли это продемонстрировать вечером в удобных креслах городского цирка. Что многие из монтогорцев и сделали, с большим удовольствием и совершенно бесплатно. Давайте в это солнечное прекрасное лето попразднуем по-настоящему и сделаем все, чтобы вот этим вот замечательным, самым юным нашим артистам, детям нашим, на нашей земле, хорошо живось. День рождения города День рождения города Временные попутчики и решили сойти. День рождения города Нам так же быстро покинуть самолет не удалось. И пока мы ехали с левого берега Урала направо, беспокоились, успеем ли к главным событиям. Как видите, успели. Не в каждом городе, согласитесь, лидер движения «Демократический выбор России» возлагает цветы к монументам. Магнитка этой чести удостоилась. С Егором Тимуровичем мы попрощаемся ненадолго. И лишь для того, чтобы вы увидели эту сцену, изобилующую гостями самого высокого ранга. И именно здесь была зачитана поздравительная телеграмма от первого президента России Бориса Ельцина. В этот праздничный день желаю городу Магнитогорску подцветания и его жителям, счастья, мира и благополучия. Дорогие магнитогорцы, друженики всех поколений, спасибо вам за славный город и за славный труд. И за то, что здесь среди вас совершенно замечательная молодежь, ваши дети и ваши внуки, которым вести вперед славную легендарную магнитку. Наши отцы хотели построить город-сад. И я уверяю вас, что это будет город-сад. И первым шагом, который мы сегодня на этом празднике притворим в жизнь, это решение нашего губернатора начать строить детский ледовый дворец. И он выделяет на это 6 миллиардов рублей. А тем временем Егор Тимурович Гайдар сумел выкроить полчаса в суматошном распорядке праздника и встретился с людьми, для которых он свет в окошке. Ведь именно новоявленные российские бизнесмены первыми поверили гайдаровской мечте – сделать Россию суперфинансовой державой. Какое время на дворе, таков мессия. Это из любимого Вознесенского. Но как не сладко было экс-премьеру среди своих, нужно было все-таки идти в народ. Это город, который никогда не просил подачи. Это город, который всегда кормил себя и кормил Россию. И мы знаем, что именно такие города в последние годы всегда и голосуют за демократию. Мы не в силах рассказать и показать вам в полном объеме все, что происходило в эту ночь на главной площади Магнитки, перед Домом Советов. Но все же мы включили в этот репортаж фрагмент награждения четырех известнейших магнитогорцев званиями «Почетный гражданин города». Это учитель Павел Батехин, музыкант Рафаэль Рахматуллин, инженер Дмитрий Воронин и поэт Владилен Машковцев. Будем вечно помнить все, что было, как мы шли от первого костра, как Россию грудью защитило. В грозный час Магнитная гора будет вечно все, что мы построим. Будет вечен и прекрасен труд, и потомки городом-героем город наш рабочий назовут. По традиции, которая сложилась за 10 лет разжигания на берегу Урала золотых костров, кульминацией праздника считается, во-первых, сам факт торжественного шествия с факелами, а во-вторых, сюрприз в виде суперпочетного гостя. «Однажды таким гостем был Эрик Хонекер, известный нам как первостроитель магнитки и лидер немецких коммунистов, раздавленный рухнувшей берлинской стеной. Частыми звездами на Магнитогорском небе были дикторы центрального телевидения или эстрадные кумиры. И на сей раз звезда была, и мы вам ее покажем не на сцене, а рядом с ней, покорно ждущей своего выхода». Вика с интересом наблюдала за выступлением доморощенных талантов, среди которых, судя по этим кадрам, нашему оператору Валерию Гиммерверту понравились вот кто. «Однажды таким гостем, братья мои, братья по горячим делам, все пройдет усталость, горный печаль, все пройдет, на реке останется сталь. Согласитесь, даже если у человека вкус от меньшего свойства, все равно найдутся такие, кто против. Поэтому каждый из участников нашей съемочной группы невольно демонстрирует вам свои пристрастия в искусстве. «Мое сердце было отдано вот кому». А симпатии нашего технического директора Анатолия Синельникова были отданы этим замечательным девушкам. Всем сразу! Демонстрация самодеятельных талантов «Магнитки» казалась бесконечной. А впереди еще ждали дискотека, фейверк. В отличие от этих людей, пока не ведающих, что их сейчас ожидает, вы уже знаете, кто к ним приехал. И прекрасно себе отдаете отчет в том, что сейчас произойдет с моими земляками. Не избалованными, как челябинцы, еженедельными наездами звезд российской и зарубежной эстрады в Ледовый дворец юность. Ну что ж, завидуйте. Что может быть лучше? Искреннего проявления радости бесхитростной души. И чище этого, наверное, нет ничего. Привет, мои дорогие друзья! Я рада встрече с вами. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня пришли на этот концерт. Я поздравляю вас, ваш замечательный город, с праздником! Я вернусь, пусть даже после смерти, с разбитым сердцем, с раненой душой. А я вернусь, твой святой грешеной, согреет вот-то голос мой больной. Моя душа заплачет безумешено, когда вернусь, когда вернусь, я в дом родной. Если я вам скажу, что Господь Бог благоволит монетогорцам, и вы мне не поверите, я не сильно обижусь. Потому что есть у меня против этого убийственный контраргумент. Вот этот фейерверк вспыхнул над городом в час ночи. В небе он сверкал ровно полчаса, а в половине второго на Монетогорск обрушился водяной ураган. Что там было с дискотекой, я не знаю. Герои, конечно же, живут среди вас. Но среди ночных телерепортеров, рискующих дорогой видеоаппаратурой, их, наверное, мало.